Всем привет! Недавно меня спросили, зачем в группе нужен три гитариста? Бас-гитарист и два обычных гитариста, играющих на электрогитарах. Чтобы ответить на этот вопрос, я возьму одну из своих композиций, и мы послушаем отдельно все инструменты для того, чтобы понять, зачем же нужен так много гитара. Давайте начнем. Перед нами проект Ripper, на котором записана моя песня. Там есть две ритм-гитары, одна олит-гитара, бас и ударные. Сейчас мы послушаем небольшой кусочек, а потом разберем, как звучат отдельные инструменты, как они зачитаются и зачем каждый из них нужен. В общем, слышно такая классическая метальная вещь, где есть барабаны, бас, ритм-гитара и небольшой заличок. Для начала разберемся, зачем нужен бас. Вообще, в рок-музыке, наверное, вопреки такому общему мнению, тяжесть создается не за счет гитары, она создается за счет ударных и баса. То есть в металле всегда такая жесткая ударка, и под нее, соответственно, такой же жесткий идет бас. Давайте послушаем, как это звучит здесь. Вот я выделяю бас и ударные. Если я сейчас уберу бас, то звучать все будет немножко, ну скажем так, сухо. Не будет этой полноты звучания, потому что бас очень хорошо заполняет низкие частоты. Теперь давайте послушаем гитары. Две гитары, которые играют одну и то же. Одна играет в льем канале. Давайте послушаем. Другая играет в фрам канале. Это создает определенную полноту звучания. Но на концерте это, скорее всего, был бы один гитарист, потому что второй гитарист у нас играл бы партию соло. Сейчас я включу гитары без баса, и потом постепенно буду добавлять бас. И вы услышите, как бас заполняет низкие частоты и придает звуку тяжесть. Как слышно, без баса все звучит достаточно, опять же, сухо, и не хватает вот этих вот низов, и не хватает даже тяжести в звуке. Теперь разберемся, зачем уже нужна вторая гитара. Ну, скажем так, будем считать вот эти ритмы гитары как за одну, потому что они играют одно и то же. Вторая гитара играет у нас соло. Сейчас послушаем ее самому по себе, без основных инструментов. Звучит она вот так вот. Сейчас добавлю барабан и бас, чтобы понять, как это будет звучать без ритма. Звучит, в принципе, достаточно неплохо. То есть, если это был бы концерт, и у нас была бы всего лишь одна гитара, то можно было бы обойтись гитарой, басом и ударными. Звучало бы это вполне нормально. Но так как это запись студийная, то почему бы не добавлять еще гитары для полноты звучания. И сейчас я, опять же, буду включать и выключать ритм гитары, чтобы было понятно, как это звучит. Ну вот, надеюсь, соло-гитарой, ритм-гитарой, басом тут все понятно. Теперь попробуем разобраться, зачем же нужно две ритм-гитары. Потому что часто бывает у групп нет соло, но, тем не менее, есть две гитары. В начале этой композиции у меня сначала играет одна гитара и бас, а потом вступает вторая. Давайте послушаем, как это звучит. Сейчас играет только одна гитара. Сейчас вступила вторая. И сделано это для, опять же, создания полноты звука. Давайте послушаем это еще раз. Вот я его выключил, включил. И сразу слышно, что вот это жужжание, оно ушло. И без него звук становится таким, менее полным. И менее интересным. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока.